Все нормально, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня Николай зовут, я блогер, контракт служил с Маганитом, скажем так, сказать. Историк по образованию. Ну, интересуюсь немного, как это может выразиться, научпоком. То есть, вот все, что с историей науки, это мне тоже, в общем-то, интересно. Вот, ваши видео смотрю давно, считаю, очень полезным. Я вызвал прилично много нового, на самом деле. Вот, надеюсь, еще вам будет немало. Но вот тоже у вас и разборы тоже в видео, то есть других людей. Вот, я, в общем-то, в общем, хотя бы начать. Вот, судя по вашей деятельности, вы главный вид для себя, это вот борьба, как бы, скажется, с луженаукой, да? В том числе. Да, действительно. Вот, дело в том, что вот, начнем с того, что у нас вот есть такая комиссия по борьбе с луженаукой, вот, которая вот постоянно критикуется. Вообще, по вашему мнению, такая структура вообще нужна или нет? Вот, при Российской Академии Наук, как комиссия по борьбе с луженаукой, или это бесполезно вообще институт? Нет, вообще структура нужна, только честная, добросовестная и не внешний агент. Нас академик Александров представляет собой, скажем, последователя внешней луженаучной теории. Он единственный или там есть еще, может быть, люди, которые честные и добросовестные? Нет, ну, начиналось как. У нас был товарищ Гинсбург. С этого все началось. Он организовал эту комиссию лженаучную. И с помощью нее стали насаживать именно лженауку в российском научном сообществе. Потом был Кругляков, академик, говорящая голова. И сейчас вот еще одна говорящая голова, академик Александров. Смысл в чем? Вот есть целая Академия Наук, да? Да именно фракция физики взяла и решила, что она будет там командовать. Вот просто так. Причем сами решили и этим занимаются. Занимаются отравлением ученых нормальных. То есть сама задумка такого института, в принципе, то есть не плохая как организация. Просто все зависит от людей, которые там вот находятся. Ну, будем так считать? Ну, я хочу сказать, то есть вот это вот, как сказать, вообще, хотел такой вопрос еще. То есть вот наука и лженаука. Вот как простому убывателю можете дать совет и проще всего отличиться. Вот, скажем. Если нарушаются законы логики, нарушаются, то все, предмет перестает быть наукой. Ясно. То есть это, в принципе, не сложно определить, вы считаете, любому человеку. То есть отличить науку от лжи науки? Ну, не любому, но в целом любому здоровому человеку, с определенной оперативностью мышления, достигшего определенного развития, но ребенок 5 лет же вам не отличит, он тоже человек. То есть сформировавшемуся человеку с определенным интеллектуальным потенциалом, мне сложно отличить науку от лженауки. Понятно. То есть все как бы идет от логики, от логических построений, вот, как я понимаю. Законы правильного мышления. Вот если ими пользоваться, то вы правильно мыслите. Если вы их нарушаете, законы мышления, то вы, собственно, исполняете видимость мышления. Понятно. Ясно. То есть это мне в любой науке, вот, сейчас, ну, просто, исходя из того, что информация происходит, вообще, действительно, очень сложная ситуация в России с наукой. Вот, например, смотрю иногда канал «Антропогенез». Такое ощущение, что люди, которые там уступают, они как-то популяризируют наук. Я говорю сейчас не только про почту, там, физику, математику и так далее. Мне, как историку, тоже очень многие спорные моменты там они выдают. Такое ощущение, что это очень ангажированная вот такая вот публика там уступает. Как думаете? Ну, я думаю, что так оно и есть. Потому что, ну, в плане физики, кто у них там был, этот Штерн. И кто там дальше, там, всякие Верходановы. Ну, это действительно несостоятельные ребята в плане мышления. Они просто сосредоточиться не могут. Если они привлекают экспертов, не являющихся экспертами, которые сосредоточиться не могут, то это стыд-позор. А заниматься их отдельной, там, остальной когортой, ну, у меня нет возможности время на это изыскать. Ну, ясно. Вот, я вот еще заметил, так как, еще раз говорю, у меня и воплощение историческое, и по монетам, это вот есть такие люди, как у меня Трабышевский, Клима Жуков выступает, некоторые другие тоже. Ну, это уже по историческому, они немножечко, вот, как это сказать, заангажены, вот, в сторону вот диалектического материализма. То есть, вот этого понимания истории, вот, у них вот прям ярко прослеживается. Ну, диалектический материализм, это стыд-позор, это интеллектуально несостоятельная концепция. Да, да, я тоже согласен тоже с этим абсолютно. Вот, то есть, антропогенез, это, я скажу, был очень такой, как, ну, я бы сказал, своеобразный для меня. Вот, ну, хочу еще что сказать, то есть, вообще, физика, вот, как я уже говорил, историческое образование, для меня, она была немножко такой наукой всегда. Сложно для понимания, например, когда я еще учился в колледже, трудно, преподавали, очень сложно, вообще, практически, вот, не мог ничего понять, все, что связано, например, с теорией относительности. То есть, мой мозг, как будто, вот, это вот не воспринимает. Или, например, такие понятия, как, вот, что такое сингулярность, например, это тоже мой мозг, вот, не воспринимает. Может быть, сможете здесь что-то подсказать, вот, почему это так? Или, может, это образ сознания, что ли, такой? Невозможно понять, непонимаемо. И, когда люди бредят, бред можно только запоминать. Его понять, постичь таинство бреда невозможно. У нас получилось разделение такое условное на гуманитариев и, в кавычках, технарей, математиков, а физиков. Ну, на самом деле, это разделение появилось только, скажем, в годах 60-е. До этого разделения не было. На самом деле, гуманитарии – это люди, которые придерживаются логики, которые понимают логику, которые могут сосредоточиться. И там, где логики нет, здоровый человек просто отказывается понимать. А люди, которые способны просто доверять первому попавшемуся образу, в котором нет четкой логики, готовы простую аналогию подменять любым другим аналогом. И на основании этого пытаться там корячить строгий вывод, когда утрачено уже основание. Вот это получились современные когорты псевдоматематиков, которые развивают лженауку, которые потом посредством заноса из математики стали изменять физику. Довели ее до маразма, что здоровый человек со строгим мышлением не может понять вообще вот этот бред. Он думает, что вот что-то с ним не так. На самом деле с ним все так. Он умничка. Мозг отказывается понимать. У меня как-то не так делал это. Потому что, ну, учет, я говорю, когда входит, ну, как старший класс. То есть, считаешь, вот учебные клиники, то, что доходит там вот до программы, вот теория относительности Эйнштейна, вот как-то это все очень сложно, все это мною воспринималось. Вот, или вообще не воспринималось. То есть, это, ну, и как-то же эта теория придумана, например. Ну, вот еще мне как-то из всего, что вот Эйнштейну вот в участниках преподавали, мы запомним вот эту форму. То есть, не равна Эйнштейн квадрат. То есть, я так понимаю, что Эйнштейн понял, что материя и энергия – это две формы. Одно в том, что материя есть форма энергии, так же, как энергия есть форма материи. Или это не так? Это, на самом деле, это пустая ерундовская формула, вот, в которой есть Е – энергия и масса М. И есть цифра, константа, называется С квадрат. Это просто одно большое число. Все. И вот, короче, дурачок такой сидит, ему кажется, что энергия как-то связана с массой. И так и да, она связана с массой. И все. Просто. Никакого глубокого смысла-то там нет. И она никак не связана с атомной энергетикой. Это… Вообще никак. Балабольство это таскал академик Арнольд. Тоже жулик математический, конченый, фричара. Ясно. А… Такого академика, как Андрей Дмитриевич Сахаров, вот что можете про него сказать? Это выдавивчивость и ядерный физик, а когда узнают политически, тоже действует… Ну, взгляды у него были такие свободные, яркие взгляды. На тот момент, на тот момент, в этом было, было какое-то даже откровение. Смысл в чем? Мы были в таких больших сдавленных пассатижах Советского Союза, когда партия сволочей захватила власть в нашей стране. Это вот сволочи, это коммунисты. Они устроили кровавую резню. Они устроили уничтожение казачества. Они заложили под нашей страной мины замедленного действия, такие, как вот сейчас мы разгребаем, бьемся, да? Из-за политики Чакановича-сволочи, который делал принудительную украинизацию, да? Это британский агент хренов. И вот эти вот твари, они долго-долго рулили нашей страной. И в этом маразме человек, обладающий интеллектом, ему было действительно тяжело выживать, не разрушая свой мозг, да? То такие люди, как Сахаров, действительно, ну, несли, они имели возможность что-то из себя изрекать и так далее. Поэтому это, с одной стороны, лучик света, с другой стороны, ну, это, судя по ситуации, это камень, который, опять же, нас разрушает через Академика Сахарова, через Сахаровские премии всякие и так далее. Угу, да. Он еще интересен мне, именно в плане ученого, то, что он был не только один из основателей ядерного щита, то есть разработчик ядерного наружу, он еще был в плане развития термоядерной энергетики, потому что вот энергетическая проблема для человечества, я думаю, согласно с этим, она важнейшая, наверное, в плане того, что энергии потребляют все, и все больше и больше. Вот он говорил, что термоядерные реакции, это камаки, те самые, вот на сверховодниках, которые сейчас и ТЭР строят, и обе, это все как бы у нас едет. Вот правильное линия благоразвития здесь? Ну, если вы про холодный термоядерный синтез, это знаете... Нет, ну, плазменный, плазменный термоядерный синтез, то вот тоже, вторые дальние реакторы. Смысл в чем? Вот когда вы не понимаете суть процессов, вы можете доколупаться. Ну вот, доколупались вы до быка, и требуете от него удоев по 40 литров. Вот требуете настырно, да, 50 лет образно удоев. А реальность процесса такова, что, ну, бычку несподручно вас обеспечивать молоком, он по природе другой. Поэтому для того, чтобы нападать на кого-то с такими предложениями, надо понимать то, что происходит. Так вот, если у нас фундаментально исковерканная, ну, вся основа фундаментальных взаимодействий в физике, преподавания, люди не понимают, они вот, ну, пошли в тупичок, и в этот тупичок долбятся, 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 они будут долбиться в него вечно, бычок никогда им не даст молока. Ну, вот большой, огромный калайдер построили. Ну, и чё? Да, да. То есть, они, то есть, какая-то деятельность есть, чтобы понять фундаментальные законы устройства материи? Они, они пошли туда и сказали, что мы изначально не будем понимать эти законы, потому что мы туда идем только по флагам теории относительности. То есть, мы нам по барабану, какие там у природы законы, нам вот то, что сказали из-за рубежа, вот эти бараны, дали нам флаг теории относительности. Мы будем за под ним ходить. Это наша судьба. Такие вот мы лохи. Всё, они так и ходят. До этого они приняли флаг Ньютона. Хотя был нормальный, адекватный обзор от Ломоносова, где было сказано. То есть, они сами залазят под какие-то импортные флаги, под ними тупят, и залазят у нас на самую голову управления нашей наукой, издеваются над народом, издеваются, в конечном итоге, над школой, институтом, над каждым человеком. Это реальность. Понятно. Да. То есть, это вот то, что Эйнштейн вот ошибочно разговаривает. Вот теорию, конечно, это главная причина, в том числе, неудача от источника энергии. Ага. Потому что неограничено. Они не понимают, у них взаимодействия расставлены некорректно. У нас фундаментально, самое главное взаимодействие, это первичная гравитация. Вот совокупная вселенская гравитация. Это просто энергетическое поле, которое защитает его Вселенной. Да, это вот одно поле. Оно действительно в каждой точке пространства, и энергия самая легкая именно из этого поля. Она не требует сжигания чего-то и так далее. Ага. Они пошли другим путем. Они пошли путем воздействия на вещественную материю с надеждой на то, что энергия заключена в ней, в самой материи. Там есть количество какое-то, ну, понятное, четкое количество, но внешнее поле, оно гораздо более потенциально, более мощнее, чем это вот частный сгусток материи в руках. Ясно. Ну, вот, да, допустим, оно, конечно, мощнее, но его изменить можно, потому что вот ядерные силы, насколько они все-таки как-то измерены, там, выход энергии между протонами, там, нейтоном, это почти... А вот сколько примерно энергии, вот, например, в кубометре вот этого поля может содержать? Это можно высчитать или нет? Да, это все можно высчитать. При нормальной модели пусть математики этим занимаются. У них такая же цифра. Цифры у них... Они 100% туда, 100% сюда, 1000% туда считают математики. Поэтому это... Понятно. Это пускай будет уже решение коллективного разума, они выйдут на какие-то цифры. Но я не думаю, что это потребует много времени. Ясно, да. То есть, Бенштейн и вот его последователь, я думаю, что... То есть, его последователь, это Стивен Хокинг, у нас еще фамилия Ландау тоже, то есть... Ландау мошенник, безграмотное чудо, которое не защищал там, собственно, свою диссертацию. Это, ну, его индийский там, этот академик развенчал прямо там при жизни. Ну, это толпа жуликов внешних, импортных жуликов, которые захватили власть в нашей стране. Все. То есть, вы ввели науку, то есть, не в том направлении, понятно, и Капица тоже, вы считаете... Это однозначно, однозначно. Вот Капица в Ландау как раз и продвинул. Это вот был бес, и ездили за рубеж, там нахватали шанижек таких, они показались модными. Они привезли их в страну и стали вот так вот с ними носиться. Ясно. А вот как относиться к такому вот физику, который тоже считает технологии запрещен, как никого ТСА, например? Я положительно отношусь... Ну, у меня нет адекватной информации, чтобы давать более точную оценку. Ага. По нему только литературные такие опусы, а фактологию я не смог найти. Ну, вот из того, что я знаю, просто слышишь, он был как оппонент Эйнштейна. Вот я говорю, как из того, что вот изучал историю просто науки, то есть, у него вот эта теория эфира, ну, в какой-то степени, можно сказать, что типа базовое, там, энергетическое поле какое-то, да? Которое, вот, никого ТСА опирался на эту теорию и строил, в том числе, как ускорноэнергетические установки, то есть, получение энергии вот из окружающего пространства. Есть факт, что, естественно, вот, до сих пор они сохранились. Многие эксперименты проводил. Вот его последователи, я вот предложил фамилии, может быть, вы слышали, такие, как, например, Борис Васильевич Болотов, который занимался, в том числе, ну, исследованием, скажем так, трансмутанции химических элементов, интересные статьи про него я читал, или Моненко, может быть, что-то говорит, там, это фамилия. Тут смысл такой, вот, базу эфирную Теслы, ну, в двух словах расскажу, что происходит у нас в науке. Одна ветвь – это релятивисты, это конкретно жулики, да? Вторая ветвь – это сторонники эфира. Вот сторонники эфира делятся на две концепции. Одна концепция является дискретный эфир, эфир частицы. Это люди, ну, заблудились, некомпетентные. Это тупичок. Вот ребята заблудились. Вторая концепция – это недискретный эфир. Недискретное, то есть это поле единое. Да, единое поле. Тут встает проблема просто в терминологии. Зачем общее поле называть эфиром? Ну, называйте, пусть это будет второе название, но речь именно о поле. То есть вот в чем смысл весь. А наши ребята, наши ребята в основном просто тупят в пользу частиц. Вот им надо, чтобы были частицы. Или сочиняют волшебные версии эфира, типа кристаллическая решетка в пространстве, еще какую-то дребедень. И никто им это как бы не в состоянии был объяснить, или просто не было таких материалов. И пришлось нам городить целый эфир, который там в течение часа рассказывал подробно шаг за шагом всю эту историю по эфиру, после которого она уже должна была ясность у всех в голове появиться. И так оно как бы для большинства логичных людей и происходит по сей день. Смотрят фильм-эфир и все, получайте ясность. Но фанаты-эфирщики, они не могут. Им этот просмотр фильма мало что дает, ну, некоторым из них. Они не скапливают, они факты не отслеживают и не могут их сопоставить. Это уже особенность мышления у людей. Но тут ничего не поделаешь. Удивительные люди по мышлению попадаются, которым фольк-кол на голове чешли, он не может. Ну, а базовое поле, как уже понял из ваших видео, которое я смотрел, это одна из форм материи наряду. То есть веществом, вот из которого состоят все. И частицы, частицы тоже формы материи. И вот, и она может как-то переходить постоянно там друг в друга. И тогда разные состояния, то есть какие-то переходы. Вот. Хотя я что сказать. Но еще такой вопрос. Дело в том, что, опять же, вы вернемся все-таки к Эйнштейну. Какое-то время, он утверждал, что нет ничего, допустим, скорости, быстрее скорости света. А вы как-то вот говорили в своем ролике, ну, по технологии МЛО, я помню, там еще, то, что аппараты, ну, используя на этом, где базовое энергетическое, могут до половины, там, две трети скорости света вызывать. То есть скорость света все-таки непреодолима, это некие ограничения. Нет, нет, там были просто по регламенту по безопасности. Не более того, физические процессы, они многие быстрее скорости света. У нас гавитационное взаимодействие носит статус моментального дальнодействия еще со времен там, с тех же самых ньютоновских. Там давно математики считали, и все пришли... И уже не смиряли, да? Там моментальное дальнодействие, уверенные результаты, плевать им всем было на этого Эйнштейна, и сейчас всем плевать. Это просто сказка. Про скорость света. Вы думали, как-то из головы, то есть вот быстрее скорости света, согласно того. Я вот это помню, но у меня это как-то вот всегда в голове что-то очень сложно укладывалось. То есть вот, если якобы тело разгорится до скорости света, его масса станет бесконечной. Я думаю, как это может быть? Эта вся концепция, она высосана сексуальным образом, не более того. О! Субтитры сделал DimaTorzok